Тема урока переходные и непереходные глаголы. Это занятие посвятим разговору о переходности глаголов, а также попробуем выяснить, что такое возвратные глаголы. Все глаголы в русском языке делятся на переходные и непереходные. Глаголы, которые сочетаются или могут сочетаться с существительными или местоимениями в винительном падеже без предлога, называются переходными. Читать что? Книги. Переходные глаголы обозначают действие, которое переходит на какой-либо предмет, лицо. Например, купить что? Виноград. Жалеть кого? Щенка. Значит, глаголы купить, жалеть переходные. Но в некоторых случаях существительное или местоимение при переходном глаголе может стоять в родительном падеже. Например, если при глаголе имеется отрицание. Ученик выучил что? Урок. И ученик не выучил чего? Урока. Также слово при переходном глаголе может стоять в родительном падеже, если действие переходит не на весь предмет, а только на его часть. Например, выпил что? Молоко. Все молоко, о котором идет речь. И выпил чего? Молока. Часть. Все остальные глаголы являются непереходными. И обозначают они действия, которые прямо не переходят на предмет. Например, дотронуться до чего? До провода. Кататься на чем? На коньках. К большинству переходных глаголов может быть добавлен особый суффикс «ся» или «с», который делает переходные глаголы непереходными. Глаголы с суффиксом «ся», «с» называются возвратными. Например, брат умывает что? Лицо. Глагол умывает переходный, невозвратный. Но брат что делает? Умывается. Глагол умывается непереходный, возвратный. Суффикс «ся», «с» отличается от всех других суффиксов тем, что стоит после всех частей слова «морфем» и даже после окончания. Поэтому в некоторых учебниках и пособиях его еще называют постфиксом. Например, покатались. Обычно после гласных используется суффикс «ся», «поднимаюсь», а после согласных «ся», «подниматься». Кроме того, существует целая группа глаголов, не употребляющихся безвозвратных суффиксов «ся» или «с». Это такие слова, как «кланяться», «смеяться», «бояться», «надеяться» и ряд других. Обратите внимание, необходимо правильно употреблять переходные и непереходные глаголы и согласовывать с ними существительные местоимения в нужном падеже. Например, правильно говорить «грущу по вас», «скучает по вас», «тоскуешь по нас» — дательный падеж. Или нужно сказать «оплатить проезд, но заплатить за проезд» — винительный падеж. Теперь мы знаем, что глаголы могут быть переходными или непереходными и научились различать их. Переходные глаголы сочетаются с существительными или местоимениями в винительном падеже без предлога. Они обозначают действия, переходящие прямо на предмет. В двух случаях при переходном глаголе может стоять существительное или местоимение в родительном падеже. Во-первых, если действие переходит не на весь предмет, а только на его часть. Во-вторых, если при глаголе есть отрицательная частица «не». Непереходные глаголы — все остальные. Они обозначают действия, которые не переходят прямо на предмет. К непереходным глаголам относятся глаголы с суффиксом «ся». Такие глаголы называются возвратными. В заключении приведем пример словосочетаний с переходными глаголами. «Листать газету», «гладить костюм», «выпить чаю», «лечить ребенка». Составим словосочетание с непереходными глаголами. «Верить в чудо», «гулять в парке», «добираться на автобусе», «помогать друзьям». И подберем словосочетание с возвратными глаголами. «Задуматься над вопросом», «задержаться на работе», «добиться результата», «приблизиться к цели». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова